Доброго времени суток! Самое первое, что приходит в голову при упоминании о каштанах, это осенний Париж и легкий дымок жаровень, в которых пекутся каштаны. Но каштаны могут быть не только печеными или жареными, их можно варить, использовать при приготовлении различных кондитерских изделий. Сухие орехи разламывают и добавляют пшеничную муку. А в некоторых странах каштан стал вторым хлебом. Используют их и как заменитель кофе. Речь идет о каштане благородном, съедобном. Но такие каштаны в моих краях не растут. Поэтому я готовил каштан конский. Каштан конский настолько сильно отличается от каштана съедобного, что ботаники относят их к разным семействам. Каштан съедобный принадлежит к семейству буковых, а конский – к конско-каштановым. Рассказывать процесс приготовления я не буду, вы сами все видите. Но хочу акцентировать ваше внимание на том, что конский каштан может быть опасным для здоровья. Но он не является ядовитым. Просто содержание одубельных веществ в нем очень высоко, и поэтому могут быть проблемы с пищеварением. Я следую двум правилам, чтобы обезопаситься. Первое – нельзя много есть конских каштанов. Второе – как минимум трижды меняю воду при приготовлении. В том числе, чтобы избавиться от горького вкуса. Знаете, это как с грибами. Грибы все съедобны, но некоторые только один раз. Шучу. Приятного аппетита. И не забудьте подписаться на мой видеоканал.